Напомню, Factor Group является официальным дистрибьютором компании Vinchin в России и странах СНГ. И наши команды рады приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных системе резервного копирования и восстановления данных Vinchin. Вебинар пройдет на русском языке. Все зарегистрированные участники получат ссылку на запись после завершения. Сегодня ключевая тема – релиз версии 7.0, состоявшийся ранее в марте, и обзор нового функционала. Вначале мои коллеги сделают краткий обзор SRK Vinchin, и дальше перейдем к заявленным темам. А именно, сегодня заявлены следующей темой – верификация данных резервных копий виртуальных машин, резервное копирование больших объемов неструктурированных данных, резервное копирование данных физических серверов и также новые функции агентов резервного копирования. После презентационной части будет демо и, как всегда, сессия вопросов и ответов. Здесь можно будет задать ваш вопрос голосом. Пока что микрофоны будут отключены. Возникающие вопросы вы можете уже сейчас фиксировать в чате вебинара. Мы постараемся по ходу онлайн отвечать на ваши вопросы. Сегодня со стороны вендора у нас присутствует Джек Лан. Джек, can you hear us? Are you here? Are you here? Возможно, Джек чуть позже даст. Yeah, I can hear you. Okay, okay, Jack. Thank you for joining us. You're welcome. Джек Лан, Senior Solution Architects компании Vinchin. Я благодарю, что смог присоединиться к нам. Мы рассчитываем уложиться по времени в один час. Прошу вас быть активными, давать обратную связь в чате, также в виде ваших вопросов и предложений. Итак, мы начинаем. Я представляю своих коллег. Александра Попова, руководителя технического отдела «Факторгрупп» и Дмитрия Гончарова, ведущего специалиста технического отдела «Факторгрупп». Дмитрий, тебе слово, перехватывай экран. Добрый день, коллеги. Сейчас, секунду, выпущу демонстрацию. Так, скажите, как видно. Отлично, все отлично, Дмитрий. Добрый день, уважаемые гости и слушатели сегодняшнего мероприятия. Мы по традиции продолжаем цикл мероприятий, посвященных различным решениям в области информационной безопасности и в области информационных технологий. Сегодня мы расскажем вам о решении в области резервного копирования и восстановления данных от компании «Винчин». План мероприятия, как уже было упомянуто ранее, будет следующим. Сначала мы проведем короткий обзор основного функционала системы, затем перейдем к рассмотрению новых функций, добавленных в последний релиз 7.0, а потом перейдем к демонстрации нового функционала решения. Итак, начнем. Коротко о нас, о компании «Факторгрупп». Мы являемся дистрибьютором решений в области информационных технологий и информационной безопасности. В частности, также являемся дистрибьютором решений компании «Винчин». Мы консультируем заказчиков и партнеров по вопросам эксплуатации решений и их внедрения. Являемся центром компетенции на русском языке. Также оказываем поддержку на русском языке в форматах 8 на 5 и 24 на 7. Теперь перейдем к краткому обзору решения по резервному копированию и восстановлению данных «Винчин Бэкап и Рекавери». «Винчин» является унифицированным решением в области резервного копирования и восстановления данных, так как поддерживает большое количество платформ, баз данных и операционных систем, которые может резервировать. «Винчин» может выполнять резервное копирование и восстановление виртуальных машин на базе VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix, Overt, Zvert, Huawei, Red Hat, H3C, Sunfor, Zestack и другие. А также «Винчин» может выполнять резервное копирование таких баз данных, как Oracle, MySQL, Microsoft SQL, MariaDB, Postgres SQL, а также Postgres Pro. Может выполнять резервное копирование файлов и директорий в операционных системах семейства Linux и Windows. Также может интегрироваться с NAS и выполнять резервное копирование NAS-хранилища. Все резервные копии может хранить как локально на сервере резервного копирования, также может реплицировать их на удаленную площадку для аварийного восстановления и также архивировать в облачный архив. «Винчин» может использоваться как в малых и средних компаниях, так и в организациях большого масштаба. В инсталляции для малых и средних интерпрайз-компаний «Винчин» может быть развернут в виде виртуальной машины в среде виртуализации и с выделенными локальными дисками или подключенным NAS-хранилищем. Для компаний большого масштаба «Винчин» можно развернуть на физическом сервере для резервного копирования петабайтов данных и далее масштабировать инсталляцию путем добавления нод для гибкого масштабирования системы. Все узлы будут управляться в таком случае через единый веб-интерфейс, а добавление узлов в систему резервного копирования не потребует дополнительных лицензий, а также не усложнит управление и обслуживание вашей инфраструктуры резервного копирования. Для виртуальных инфраструктур с централизованными серверами хранения администраторы обычно используют сеть хранения данных САН, чтобы повысить эффективность, избыточность и гибкость. Если вы используете такую схему, то можете воспользоваться существующей САН-сетью для резервного копирования и восстановления виртуальных машин. Этот режим также называется LAN-фри-бэкап. Преимущества работы в таком режиме заключаются в следующем. Потоки данных системы резервного копирования будут проходить только через сеть САН, минуя хосты и продакшн-сеть. Сводится к минимуму влияние на критически важные бизнес-процессы, высокоэффективный процесс создания бэкапов и восстановления сводят к минимуму возможные простои бизнесы. Также задачи бэкапа можно сделать более частыми, увеличить количество точек восстановления для снижения показателей РПО. Мгновенное восстановление – еще одна важная функция восстановления виртуальных машин, которую можно использовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы вернуть виртуальную машину и ее критически важные бизнес-процессы в работу за считанные минуты. Восстановить виртуальную машину с использованием функции мгновенного восстановления можно в несколько кликов в веб-интерфейсе WinChin, после чего виртуальная машина будет загружаться непосредственно из своих резервных копий без переноса данных в хранилище виртуальной платформы. Весь процесс можно выполнить в течение минуты, и бизнес-сервисы снова будут в режиме онлайн. Во время выполнения мгновенного восстановления вновь сгенерированные данные виртуальной машины будут записаны в кэш, поэтому исходные данные резервной копии останутся неизменными. Как исходные данные резервной копии, так и данные кэша находятся в хранилище WinChin. Если вы хотите перенести все данные обратно в хранилище виртуальной платформы, вы можете просто запланировать это в окно обслуживания на ночь или на выходные. Просто используя встроенную функцию динамической миграции WinChin, вы можете легко перенести как исходные данные резервной копии, так и вновь созданные данные кэши обратно в хранилище виртуальной платформы. На протяжении всего процесса мгновенного восстановления и миграции ваша виртуальная машина всегда поддерживается в консистентном состоянии. Теперь поговорим о межплатформенном восстановлении, также известном как V2V или миграция. Кроссплатформенное восстановление позволяет пользователям переносить виртуальные машины из 10 различных платформ виртуализации, поддерживаемых WinChin, включая VMware RedHat Virtualization Platform, Avirt, Z-Wirt, Oracle Linux Virtualization, Citrix Hypervisor, ранее XenServer, OpenStack, Huawei, Fusion Computer, HTC, TheStack, Sanford, HCI. Для Hyper-V данная функция пока не поддерживается, но будет поддерживаться в ближайшее время. Принцип работы межплатформенного восстановления прост. Необходимо просто подключить исходную платформу виртуализации в целевую платформу виртуализации QueenChin, выполнить резервное копирование из исходной платформы виртуализации и, используя резервную копию, создать задание восстановления на целевую платформу виртуализации. И WinChin затем автоматически выполнит кроссплатформенный процесс восстановления. Межплатформенное восстановление очень полезно для гибридных сред виртуализации и для тех пользователей, которые хотят мигрировать продуктив с одной платформы виртуализации на другую. WinChin имеет встроенный набор способов уменьшения объема резервируемых данных. Имеется встроенная технология дедупликации данных. Сжатие данных позволяет уменьшить объем передаваемых данных по сети. Также имеется функция BitDetector. Еще одна полезная возможность, которая может еще больше уменьшить размеры резервной копии файловой системы. Это также уникальная особенность WinChin. На самом деле это набор функций, который состоит из исключения для резервного копирования таких блоков файлов, которые являются блоками файлов подкачки, блоков удаленных файлов и нераспределенного пространства на диск. Также имеется функция Valid Data Extractor, которая используется для извлечения достоверных данных из разделов сервера, чтобы уменьшить использование резервного хранилища. Также следует упомянуть о двух технологиях, которые могут еще больше улучшить процесс инкрементного резервного копирования виртуальной машины. Это отслеживание измененных блоков данных, Change Block Tracking и SpeedKit. Change Block Tracking – это технология инкрементного резервного копирования, предоставляемая платформами виртуализации. И если какие-либо блоки данных виртуальных дисков виртуальной машины были изменены с момента последнего резервного копирования, CBT помечает их и сохраняет информацию в файле индекса. Когда начинается инкрементное резервное копирование, CBT сообщает WinChin о необходимости копирования только этих измененных блоков. Если сама виртуальная платформа не имеет функционала CBT, например, XenServer версии ниже 7.3, вы можете использовать уникальную функцию инкрементного резервного копирования WinChin SpeedKit в качестве альтернативы для эффективного инкрементного резервного копирования. Для всех резервных копий доступен следующий функционал. Это шифрование резервных копий по алгоритму IS-256, доступ к восстановлению данных по паролю, защита от вредоносов путем мониторинга процесса ввода-вывода на уровне ядра и создание белого списка приложений, которым разрешен доступ к данным. Теперь рассмотрим новый функционал, который появился в WinChin Backup and Recovery версии 7.0. В процессе резервного копирования и восстановления виртуальных машин можно задаться вопросом, каким образом можно проверить резервные копии, которые хранятся на сервере без выполнения задачи восстановления. Повреждены ли резервные копии каким-либо образом? Имеются в резервной копии какие-либо ошибки? Каким образом можно данные проблемы предвидеть? Функция проверки бэкапов в WinChin Backup and Recovery позволяет пользователям легко создать лабораторию проверки на виртуальной платформе VMware, а далее проверить достоверность данных резервного копирования на этой платформе. С помощью лаборатории верификации на виртуальной платформе VMware будет подготовлена изолированная среда для автоматического или ручного запуска заданий верификации резервных копий виртуальных машин. Отчеты верификации также будут генерироваться и отправляться пользователям по электронной почте, чтобы показать результаты верификации. Отчеты генерируются только для заданий автоматической проверки резервных копий. Перед началом процесса проверки резервных копий создается виртуальная лаборатория. В процессе создания виртуальной лаборатории создается прокси. Он имеет два интерфейса, один из которых подключается к изолированному сегменту сети, а второй в сети VMware. Верифицируемая копия виртуальной машины монтируется по NFS, подключается к изолированному сегменту сети. Далее уже осуществляются тесты сетевой доступности, работоспособности самой виртуальной машины, а также делается скриншот рабочего стола виртуальной машины. В случае, если стоит задача резервного копирования нескольких миллионов или миллиардов мелких файлов, размеров от нескольких десятков до сотен килобайт, общим объемом сотни терабайт, Винчин может эффективно справиться с этой задачей следующим образом. Предлагается такое решение. Винчин производит быстрое сканирование структуры директории и затем перед передачей файлов производит их слияние и передачу по сети в режиме многопоточности. Для эффективного отслеживания изменений файлов в случае инкрементного резервного копирования из файлов извлекаются атрибуты, затем строятся так называемые фингерпринты, отпечатки этих файлов, обнаруживаются измененные блоки данных и затем сопоставляются с набором метаданных резервного копирования. Все это в значительной мере влияет на скорость передачи данных по сети. Возможность эффективного резервного копирования большого количества неструктурированного набора данных доступна для следующих сценариев. Резервное копирование файлов с использованием агентов для Windows и Linux, резервное копирование NAS. Также обеспечивается швырование резервных копий, защита от вредоносов и возможность аварийного восстановления. Теперь рассмотрим следующую функцию – это резервное копирование физического сервера. Поддерживается возможность выполнять полное инкрементное дифференциальное резервное копирование. Также поддерживается целостный бэкап с использованием копии on-write или редирект on-write снапшотов. Есть возможность извлекать только действительные данные. Передаваемые данные, так же как в резервном копировании виртуальных машин, сжимаются и дедуплицируются. Можно восстанавливать данные как на текущий, так и на новый сервер. Возможно восстановить разделы для восстановления нового сервера. Для бариметал восстановления используются live CD-образы. Для баз данных, в том числе и для новых поддерживаемых, также доступны все перечисленные функции. Это полное инкрементное дифференциальное резервное копирование, дедупликация и сжатие данных, восстановление на заданную точку времени, аварийное восстановление данных, шифрование передаваемых данных и защита от вредоносов. Также улучшены возможности резервного копирования с использованием агентов. Один и тот же агент может использоваться сразу для нескольких задач резервного копирования на одном сервере. Для копирования базы данных, для копирования физического сервера и резервного копирования файлов. Можно централизованно разворачивать несколько агентов на нескольких серверах, а также централизованно управлять лицензированием агентов. Доступны два режима подключения. Первый режим – это Server to Agent. Агент будет только установлен и не будет подключаться к серверу. Пользователям придется добавить агента из веб-консоли Винчин в Backup and Recovery после установки агента. Второй режим – Agent to Server. Пользователям будет предложено указать IP-адрес сервера резервного копирования Винчин, к которому агент сможет автоматически подключаться после установки. также доступна стилизованная панель мониторинга, которая отображается сводной информацией по функционированию системы и подключенных к ней компонентов. Теперь перейдем к демонстрации работы функционала системы. По презентационной части у меня все. Сейчас откроем веб-интерфейс Винчин и посмотрим, как данные функции работают. Так, подскажите, пожалуйста, виден ли сейчас веб-интерфейс Винчин? Да, Дим, видно. Отлично все. Так, начнем по порядку. В общем, из визуальных изменений мы видим, что по сравнению с предыдущей версией 6.7 у нас модифицирован и стилизован графический интерфейс домашней страницы. Также видим, что у нас декомпозированы задачи по резервному копированию виртуальных машин. Отдельно выделен блок для резервного копирования физических серверов, NAS-бэкап и также панель управления проверкой виртуальных машин. И в отдельный блок у нас теперь перенесены ресурсы. Все ресурсы, которыми мы можем управлять, это подключение к виртуальной платформе какой-либо, там, VMware, Hyper-V и так далее, и другим платформам виртуализации. Отдельно блок управления агентами, также блок подключения сетевых хранилищ, NAS-устройств, блок управления сторожами, блок управления резервным копированием самой ноды и также политики резервного копирования. Так, начнем с файлового бэкапа на сервере. Создание резервных копий файлов, в принципе, особо ничем не отличается от создания задачи резервного копирования виртуальных машин. То есть, логика создания задачи, в принципе, у нас остается примерно такой же. Мы выбираем виртуальную машину, дальше переходим к директориям. Смотрим, какие мы директории можем и желаем зарезервировать. Например, мы хотим зарезервировать какие-то, например, логи. Выбираем эту задачу, выбираем этот файл, который мы будем резервировать. Далее здесь мы настраиваем, на какую ноду будет сливаться данная резервная копия и на какой сторож будут данные копироваться. Переходим далее к шедулингу. То есть, мы настраиваем политики, когда у нас будет производиться резервное копирование, по какому расписанию будет выполняться полный бэкап. Например, это раз в неделю, по пятницам, в 10 часов вечера. Также можем дополнительно настроить инкрементное резервное копирование. Тоже так же задать его расписание. И также есть возможность задавать дифференциальный бэкап. Но здесь для файлового бэкапа данная возможность не предусмотрена. Есть настройка передачи данных. Мы можем зашифровать передаваемые данные по сети. Также можем настроить опцию выполнения снапшота перед резервным копированием файлов. Ниже, как и в резервном копировании виртуальных машин, можем задать ограничение скорости передачи данных. Здесь опции компрессии и шифрования данных. Ниже у нас Retention Policy отвечает за ротацию резервных копий на сервере резервного копирования. и дополнительные настройки сканирования и потоков передачи данных. То есть здесь у нас доступно указать до 32 потоков передачи данных и до 32 потоков сканирования исходных данных. Здесь мы задаем имя нашей задачи, смотрим наши политики, которые мы задали, проверяем их и далее уже переходим к следующему шагу. То есть мы завершаем настройку нашей политики, задачи и далее уже переходим к процессу управления самой задачей. Так как у нас задача назначена на определенное расписание, то есть ее выполнение у нас будет начато в пятницу, то здесь мы можем вручную запустить. Если нам необходимо произвести резервное копирование именно в данный момент, то можем нажать кнопку Full Backup и у нас начнется резервное копирование. Из задач у нас есть уже тоже ранее созданная задача похожего характера, можем ее запустить. У нас здесь производится резервное копирование логов авторизации на сервер Ubuntu 22.04. Запустим эту задачу и посмотрим, как она будет выполняться. Мы видим, что у нас появляются различные этапы, которые предшествуют непосредственно резервному копированию и видим, что задача уже завершилась. Можем также просмотреть историю выполнения данной задачи. Мы видим, что задача выполнялась несколько раз по расписанию и также можем смотреть, что все задачи завершились успешно. Также можно увидеть, что когда-то выполнялось полное резервное копирование, когда-то выполнялось инкрементное резервное копирование, то есть тех данных, которые были изменены с момента предыдущего резервного копирования. В рамках данной задачи можем просматривать те политики, которые мы настраивали. Это политики хранения резервных копий, стратегия расписания по резервному копированию и ротации данных. И также есть расширенные политики. В данном случае у нас была настроена передача данных по трем потокам и сканирование в три потока. Теперь попробуем эти данные восстановить. Перейдем в режим восстановления. Выбираем, из какой точки мы будем восстанавливаться. Мы видим, что у нас есть целая цепочка, из которой мы можем восстановить данные. Выбираем самую последнюю. Здесь нам предлагают выбрать ресурсы, которые мы будем восстанавливать. Здесь у нас выполнялось резервирование всей директории var.log, не только логов аутентификации. Например, выберем один единственный файл, который мы хотим восстановить. Теперь перейдем к следующему шагу. Выберем точку, куда мы можем восстановиться. Можем восстановить как на файловый сервер, на исходный, например, либо восстановить данные на нас хранилище. Теперь выберем директорию, путь, по которому мы будем восстанавливать, куда будут положены эти файлы. Например, это будет home, ubuntu и рабочий стол. Переходим к следующему шагу. Здесь можно добавить политики ограничения скорости передачи данных. Например, если, допустим, для нас критично не занимать всю полосу пропускания в сетевой инфраструктуре и необходимо выделить определенную полосу, которая будет задействоваться при восстановлении. Здесь также можно выбирать количество потоков, в которых будут передаваться данные. И есть настройка политики шифрования. Переходим здесь к следующему шагу. Проверяем те настройки, которые мы сделали. Сдаем имя нашего задания по восстановлению. Так, и подтверждаем наши политики. Переходим непосредственно в детали выполнения задачи. И смотрим, что у нас происходит. У нас постепенно, шаг за шагом, выполняется восстановление. Мы видим, что данные передаются по сети. И, соответственно, работа потихоньку подходит к своему завершению. Так, теперь посмотрим непосредственно на эти данные, которые у нас восстановились. Заходим на наш хост, по которому мы восстановили данные. Так, и видим, что у нас есть папочка var. Это как раз та папка, в которой у нас должны лежать логи. Ну и здесь мы видим, что у нас были восстановлены различные логи. Можем прочитать лог авторизации. Мы видим, что данные у нас восстановились. Так, по резервному копированию файлов мы закончили. Теперь посмотрим, как можно выполнять резервное копирование хранилища нас. Предварительно мы подключили storage. Вот. И, соответственно, можем выполнить, создать задачу резервного копирования какого-либо файлов или какого-либо набора данных. Предварительно я создал на NFS-хранилище несколько псевдослучайных файлов объемом порядка 350 тысяч файлов размером около 1000 килобайт. Попробуем их зарезервировать и посмотреть, как будут передаваться данные по сети и как непосредственно будет выполняться резервное копирование большого объема данных. Они находятся у нас в тестовой директории в папочке тест. Выбираем эту папку. Также здесь у нас доступно фильтровать данные. Например, если мы выберем режим эксклюзион, то, например, если мы резервируем какие-либо данные с хранилища нас и например, там есть наборы различных документов и мы хотим исключить оттуда документы с расширением PDF. Просто стоит такая задача скопировать все, кроме PDF документов. Мы можем добавить данный фильтр и соответственно при сканировании директории, с которой будет выполняться резервное копирование файлы с данным расширением будут исключаться. Также есть возможность выбрать inclusion фильтр, то есть это означает то, что мы наоборот будем включать только те данные с теми расширениями, которые мы хотим зарезервировать. Например, из всего массива документов зарезервировать только вордовские документы с расширением док или док x. Теперь вернемся к настройке политики. Выбираем нашу папку, которую будем резервировать. Выбираем хранилище, ноду, на которой будет выполняться резервное копирование. здесь у нас настройки без заменений, у нас одна нода и один локальный диск, который подключен к ней. Переходим далее. Здесь также аналогично предыдущему сценарию резервного копирования файлов есть настройка шиддлинга, можем назначить расписание, а мы в данном случае выберем однократное резервное копирование и зададим время, когда оно начнется, например, в 11.45. Если мы настроим политики раньше, мы также можем активировать данную задачу вручную раньше, чтобы не ждать этого времени. есть политики также аналогичного ограничения скорости передачи данных, политики сжатия и шифрования резервных копий, то есть в данном случае Data Encryption означает зашифровать резервную копию на сервере и возможность получать к ней доступ по паролю, дополнительно у нас есть шифрование передаваемых данных по сети, то есть это две различных опции. Здесь аналогична политика ротации резервных копий, здесь по дефолту, так как у нас однократное резервное копирование, одна точка восстановления у нас будет, так как задача выполняется не по расписанию всего лишь однократно. Дополнительная настройка по передаче, настройке потоков передачи данных и сканирование исходных данных. Переходим дальше, проверяем наши настройки, задаем имя задачи резервного копирования и подтверждаем все наши настройки. Теперь ожидаем, когда у нас произойдет начало резервного копирования, по расписанию оно в 11.45, но чтобы не ждать, как я уже говорил, мы начнем сразу и запустим ее в ручном режиме. Здесь у нас доступна статистика просмотра по объему данных, по количеству. Вот сейчас происходит процесс сканирования и мы видим, что сначала у нас произошло сканирование всего количества вот этих псевдо случайных файлов. Как я уже говорил, их было порядка 350 тысяч. Также мы видим, что их на самом деле столько и есть. И постепенно у нас обновляется счетчик по количеству зарезервированных файлов, статистика по количеству директорий и статус по задаче. история выполнения данной задачи недоступна, потому что у нас ранее такая задача не запускалась, то есть у нас эта задача не запускалась по расписанию, соответственно, для нее статистика ее выполнения недоступна. здесь же аналогично как и в других задачах резервного копирования есть возможность просмотреть настройки сторожа, настройки политики резервного копирования, ротацию файлов и других тех опций, которые мы устанавливали, которые активировали, какие-то не были активированы. Также вот тут отображается политика сканирования, количество потоков сканирования и потоков передачи данных. здесь мы видим, что у нас доступен лог выполнения задачи, задача была активирована, получены данные по объему, было осуществлено подключение к нас хранилищу, получены данные по объему, которые необходимо зарезервировать, начался процесс передачи данных и соответственно получена информация по общему количеству данных. теперь мы видим, что данные у нас переданы успешно, задача завершилась и соответственно в автоматическом режиме мы вышли из мониторинга непосредственно задачи резервного копирования. собственно так и работает резервное копирование нас хранилища восстановление данных производится аналогично то есть в принципе аналогично как и файловый бэкап вот в меню бэкап дата мы можем управлять всеми задачами всеми данными по задачам резервного копирования с нас мы видим что какие-то задачи ввиду ротации задач были удалены и какие-то у нас сохранены вот например какие-то резервные копии у нас хранятся уже на сервере резервного копирования так что касается резервного копирования нас это все что я хотел показать теперь перейдем к анализу и рассмотрению функционала backup verification что означает проверка резервных копий в среде виртуализации VMware для того чтобы нам осуществить проверку резервных копий как я уже говорил в презентации у нас создается лаборатория проверки что из себя представляет эта лаборатория эта лаборатория представляет из себя прокси если мы сейчас перейдем к платформе ESXi с которым мы осуществляем резервное копирование и соответственно где мы выполняем задачи проверки резервных копий мы видим что у нас создается виртуальная машина то есть прокси из себя представляет виртуальную машину у которого есть два сетевых адаптера одним адаптером он подключен в сторону продуктивной сети VMware то есть подключен к продуктивному V-свечу и видим что у нас есть второй адаптер второй адаптер мы настраиваем при создании виртуальной лаборатории этот адаптер у нас подключается в изолированную сеть к которой у нас потом подключается проверяемая резервная копия вернемся обратно к веб-интерфейсу обзора лаборатории проверки собственно так у нас выглядит вот этот стенд проверки виртуальных машин мы можем его там редактировать можем как-то изменять удалять добавлять в текущей сети мы можем создать не более одного такого такой лаборатории проверки так как ну уже сеть занята то есть он уже использует этот интерфейс и чтобы избежать того когда будут запущены несколько задач проверки и у нас например будет иметься две лаборатории проверки которые в одну сеть подключены чтобы избежать проблем с сетью и с роутингом здесь у нас стоит такая политика то есть создание лаборатории в сети и возможность ее использовать только в одной лаборатории проверки также у нас есть настройка создания непосредственно самой задачи проверки это может быть проверка в автоматическом режиме либо ручная проверка ручная проверка отличается от автоматической тем что у нас не происходит автоматическое генерирование отчетов о проверке и тесты которые мы проводим мы там можем запускать вручную и вариации тестов какие мы себе придумаем то есть вот насколько широка наша фантазия то есть что мы хотим проверить настолько столько различных вариантов мы можем выполнить в рамках задач проверки по остальному автоматическая проверка не отличается от ручной по своей технике то есть они абсолютно идентичны в плане того как Венчина осуществляет монтирование и подключение виртуальных машин виртуальных копий и последующий их запуск для проверки также монтируется по нас и далее уже подключается в сеть и осуществляется проверка собственно здесь мы выбираем то что мы будем проверять какую копию здесь можем задавать параметры CPU памяти оперативной памяти есть расширенные настройки то есть какие тесты будем проводить если у нас например в мвари тузы не установлены на виртуальную машину с которой будет осуществляться проверка то есть у нас в проверке участвует подключенная виртуальная машина из резервной копии и реальная виртуальная машина которая уже есть на платформе ESXi то нам необходимо в данном случае задать IP-адрес также можем управлять продолжительностью проверки по умолчанию здесь проверка выполняется в течение 180 секунд 3 минут далее мы выбираем лабораторию проверки на следующем шаге мы можем задать расписание по которому мы будем проверять также есть настройка там алертов по различным сценариям проверки сценарий проверки следующий это пинг непосредственно тест сети heartbeat тест это проверка работоспособности виртуальной машины то есть проверка того что машина у нас виртуальная машина запущена и она в целом работает то есть у нас загрузилась операционная система и загрузка в целом произошла успешно без каких-то ошибок и скриншот это скриншот рабочего стола или скриншот консоли если у нас сервер то есть подтверждение того что машина была запущена и она работает здесь мы целом проверяем настройки и далее подтверждаем вот по поводу проверки пинг-теста скажу следующее пинг-тест пока не работает в разных широковещательных доменах пока данная возможность лежит в роудмапе то есть у нас должны сервер резервного копирования и сервер резервного копирования и верифицируемая машина находиться в одном широковещательном сегменте вот сейчас винчин дорабатывает возможность проверять его cross connected сетях так собственно у нас уже есть задача она у нас настроена с запуском по расписанию мы запустим эту задачу в этой задаче у нас будет проверяться все кроме пинга перейдем непосредственно в детали выполнения задачи у нас есть возможность аналогично как и в задачах резервного копирования посмотреть историю запуска верификации мы мы видим время начало время окончания в деталях есть отчет отчет я позже покажу также какая копия копия какой виртуальной машины проверяется вот в данный момент мы видим что тест у нас в режиме ожидания пинтест у нас будет пропущен вот собственно непосредственно лог выполнения задачи мы получаем данные по верифицируемой виртуальной машине проверяем среду в которой мы будем производить проверку запускаем проверку с виртуальной машиной Ubuntu тест подключаемся к ESXi включаем прокси монтируем резервную копию по NFS подготавливаем проверочные данные и запускаем проверку проверка будет длиться в течение 180 секунд если мы перейдем в ESXi на этой платформе у нас производится проверка мы видим что у нас запущен прокси и у нас подмонтирована по NFS копия виртуальной машины вот этой Ubuntu тест и соответственно у нас происходит процесс проверки проверяем машина монтируется подключается к прокси прокси соединяется с продуктивной сетью и запускается проверка собственно пока проверка идет покажу пример отчета у нас есть вот такой вот отчет есть сводные данные по проверке можем этот отчет загрузить либо отправить по электронной почте например у нас есть отдел мониторинга который собирает отчеты по различным процедурам войти и мы можем например выход дел отправить отчет чтобы у них были данные о том как прошла проверка собственно так выглядит непосредственно проверка виртуальных виртуальная проверка копий вот пока она у нас длится закончится примерно как предыдущий то есть в течение трех минут сама проверка и дополнительное время занимает подключение и подготовка проверяемых данных в лаборатории то есть суммарно судя по предыдущим отчетам длится в районе 6-7 минут в целом по проверке это все что я хотел показать так теперь рассмотрим дополнительные нововведения относительно централизованного управления агентами агенты у нас используются для резервного копирования файлов для резервного копирования физических серверов для резервного копирования баз данных здесь у нас есть единая панель управления агентами можно их как-то объединять в группы добавлять новые группы отслеживать их статус и соответственно как уже ранее говорилось в презентации у нас один агент он является унифицированным в плане того что он может сразу выполнять задачи на одном сервере он сразу может выполнять задачи файлов резервного копирования также он может использоваться тот же агент на том же сервере для резервного копирования баз данных и также мы можем выполнять резервное копирование серверов собственно по управлению агентов агентами это у меня все теперь рассмотрим резервное копирование физических серверов у нас есть задачи резервного копирования физического сервера в принципе по своей сути особо ничем не отличается от резервного копирования виртуальных машин за исключением того что в настройках мы производим настраиваем опции какие диски какие сектора мы будем резервировать также доступен шедерлинг мы видим что у нас по расписанию выполнялось резервное копирование сервера и видим статус по выполнению задачи собственно данные уже зарезервированы попробуем их восстановить то есть восстанавливать будем вот этот вот сервер посмотрим что у него было в директории пом centos desktop тут у нас лежали агенты для выполнения резервного копирования физического сервера предположим что данный сервер у нас вышел из строя мы потеряли данные на нем и попробуем восстановить данный сервер с нуля вот что нам необходимо для восстановления сервера с нуля мы скачиваем live CD образ операционной системы которую мы будем с которой мы будем грузиться вот предварительно мы уже закинули этот образ на хранилище и сейчас мы создадим новый сервер загрузимся с live CD образа и далее проведем восстановление так переходим в раздел виртуальной машины создаем новую виртуальную машину так зададим ей имя так здесь настроим как обычно гостевую операционную систему у нас центра 7 будет так выбираем хранилище оперативная память в принципе 2 гигабайта оперативной памяти будет достаточно выделен жесткий диск та виртуальная машина для нее было выделено 20 гигабайт ну выделено 25 вот так дальше по настройкам сети в принципе без изменений так и выберем лайф сиди образ попробуем грузить есть для каждой версии центоз есть отдельный лайф сиди образ для windows свои вин вин п тоже есть лайф сиди образы то есть для каждой операционной системы для каждой версии он свой убираем его смотрим что у нас тут настроено проверяем все настройки переходим к следующему шагу так и соответственно завершаем настройку настройку мы завершили запускаем лайф сиди выбираем старт лайф сиди ос рестор пока у нас лайф сиди загружается мне необходимо в этом сегменте сети в которой я буду подключать восстанавливаем восстанавливаемый виртуальный сервер проверить есть если там свободный IP адрес вот чтобы у нас не было конфликта IP адресов сейчас я произведу проверку я нашел IP адрес который у нас свободен здесь мы заходим в наш лайф сиди так мы зашли смотрим что у нас есть OS restore это shell скрипт который сочетает себе опции по запуску скрипта для создания для автоматической установки агента то есть когда мы будем выполнять восстановление мы сейчас запустим shell скрипт и произведем настройки агента которому мы подключимся уже из венчин то есть мы его активируем со стороны венчин и затем уже на данную систему мы будем восстанавливать данные бэкапа физического сервера так запускаем shell скрипт так вводим IP-адрес интерфейса вот как раз таки этот IP-адрес я проверял что он у нас свободен то есть этот IP-адрес который я ввожу он должен быть не занят чтобы исключить конфликт IP-адресов так ввели IP-адрес вводим маску так ввели маску gateway так и мы видим что у нас производится перезапуск сетевой карты и на следующем шаге нам необходимо ввести адреса сервера так вижу адрес так и у нас сейчас выполняется установка агента распаковывается архив и далее будет запущена инсталляция его проверяется среда в общем предварительно выполняются различные проверки перед установкой агента так мы видим что у нас установка завершена успешно теперь переходим к серверу венчин переходим в раздел ресурсы агенты так и мы видим что у нас появился агент запрос на подключение для того чтобы его активировать мы выделяем его и нажимаем license и здесь мы можем выбирать какие мы модули будем активировать можем активировать например только сервер backup ну здесь выделим по умолчанию выберем три мы же пока не знаем вдруг у нас на сервере имеется база данных и она соответственно понадобится нам чтобы снимать в дальнейшем копия отдельного базы данных поэтому здесь уже зависит от случая что нам необходимо выбрать нажимаем license у нас агент активирован далее назначаем его на администратора назначение произошло успешно так и теперь производим восстановление переходим в раздел restore смотрим какие у нас есть точки восстановления вот у нас есть точка с полным backup так выбрал предварительно ноду переходим дальше target host куда мы будем восстанавливать находим здесь агент можно восстанавливать как на исходный сервер можно например на новый сервер восстановить мы будем на новый сервер восстанавливать выбираем делаем тест соединения вот тест прошел успешно так здесь мы можем настроить пересоздание партишенов то есть у нас будут разделы заново созданные и переразбиты здесь оставляем без изменений так и настраиваем на какой вольюм у нас будут записываться данные так из настроек здесь все переходим к следующему шагу аналогично как и у других задачек резервного копирования восстановления ограничения по скорости потоки которых может передаваться данные данные здесь максимально доступно восемь ставим максимальное количество и политика передачи данных то есть можно настроить шифрование передаваемых данных так переходим дальше задаем имя нашей задачи проверяем политики которые мы настроили подтверждаем их так здесь я перешел в детали выполнения задачи аналогично как и по другим задачам можно посмотреть историю выполнения сводные данные по серверам по серверам по серверам на которой у нас будет восстановить восстановление так и здесь настройки по зашифрованной передаче зашифрованной передаче данных и дополнительные настройки по количеству потоков передачи сеть по которой будет передаваться и пересоздание партишенов и загрузочного раздела так мы видим что задача у нас завершена так теперь мы делаем рестарт и смотрим что у нас получилось видим что наш сервер загружается идет процесс загрузки так и предлагает нам ввести пароль логин и пароль так и смотрим что у нас тут лежит в директориях и мы видим что у нас все данные которые были на физическом сервере у нас восстановлены то есть вот на примере просмотра директории мы видим что те же прежние данные у нас восстановились все в целом непосредственно по восстановлению физического сервера у нас все по демо я завершил еще покажу вам сводную панель мониторинга так у нас выглядит такая стилизованная централизованная панель здесь можно просматривать статистику по различному теплорезервного копирования смотреть там текущие какие-то задачи какой у них статус вот смотреть статистику различную в общем такая панель мониторинга вот примерно такое она вот что у нас она представляет из себя так по демонстрации все коллеги Дмитрий передаю вам слово